Господи, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Записываем по теме «Жития святых во свете Библии», чтобы открытым оком было видно, как шла церковь в 2000 лет. Вопрос 1986. Сегодня дали свободу строить храмы и везде, как грибы после дождя воздвигается храмовое здание. А нужно ли столько храмов, когда в них и людей мало, и те, кто ходит, ничего не знают, пришли-ушли? Деяние 5.42. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Вот как апостольская церковь делала. Какой священник пойдет по домам, чтобы вся епархия-то вышла? Деяние 19.9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословие «Путь Господень перед народом». Поясняю, путь Господень перед народом. Какой путь Господень? Господень не монашеский путь. Путь Господень такой. Надо сознаться в греховности своей и принять Христа своим личным спасителем. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Божиим. То он, Павел, оставив их, отделил учеников, ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Некого даже неизвестно. Ну, аренда помещения. Ответ. Это всеобщее положение. Нужно строить храмы духовные, о которых спрос будет самый строгий. А об этих кирпичах, сложенных ажурно, никто нас не спросит. А на них жилы вытягивали. Столько воровства развели возле них при строительстве. Первые христиане собирались по домам. И Бог был с ними, это несомненно. А что в этих сегодняшних, где ветер гуляет? И есть ли там Бог? Красота любая, позолота, это пищевая рама от плечения души, от истинной, духовной красоты к земной. Пахомий Великий, 15 мая. Пахомий боялся, как бы иноки не пристрастились к какой бы то ни было красоте на земле. Он боялся даже, чтобы стройность, изящество и красота храма не развлекали монахов. Вопрос 1987. Почему у нас такая зависимость от вещей, что без них и до Бога не добраться? Если на священнике нет какой-то части из одежды, даже нарукавников или петрахили, и уже он как бы несостоятелен, как будто и благодать уже через него не действует. Ответ. Когда в церковь хлынули номинальные христиане, то удержать их внутренним было невозможно, так как душа у них не просветилась, не сроднилась с божественным. И потому держали все на пяти органах чувств. О, языченное христианство. Конечно, и без всего этого благодать священства остается на принявших законы рукоположения. И это показали гонения. Стоило только отнять все это, и священники уже были на высоте. Галатам 4.3. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. 1 Коринфянам 14.20. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы. А по уму будьте совершеннолетни. Но знать хотя бы назначение отдельных вещей нужно, чтобы увидеть, как человек ухищряется приблизиться к Богу через внешнее. Изображение херувимов и для отгнания мух. Смешно и горько. Вот когда плат над престолом, они колеблят его, считают, тут вроде Дух Святой сходит. А на самом деле назначение одно отогнать мух. Мухи, которые летают. Хотя нужно плакать и не смеяться. Здесь прямо-таки кощунство в отношении изображения херувимов. Херувимы еще изображаются. И таких случаев у православных моря. Василий Великий 1 января. Это рапида. Это опахала. Орудие для отгнания мух. Это металлические на довольно длинных рукоятках круги с изображением на них шестикрылатых серапимов. И ими машут, серапимами мух отгоняют. Имя диаконы в периархейском служении веют, колеблют над святыми дарами, чтобы в них не упало какое-либо насекомое. Вместе с тем рапиды напоминают нам, что при священодействии литургии присутствуют и сослужат нам святые ангелы, изображения которых имеются на рапидах. Рапида употребляются при архиеретском служении, при служении священника, и их заменяет по кровец. Завесы были, собственно, устроены перед тем отделением храма, где стояли женщины. Эти завесы опускались во время совершения таинств Евхаристии. И женщинам под угрозой удаления из храма запрещено было в это время приподнимать их. Алтарь же от остального пространства церкви отделяла сквозная решетка, которая превратилась впоследствии в нынешний иконостас дубовый. Там они вообще, священники, ничего не слышат и знать не знают, что тут делается. Вопрос 1988. Поиск чудес очень сильно проявляется сегодня от мироточения, слез, крови, от икон. А в той далекой крепкой верой церкви было ли это? Ответ было и не меньше нашего. Библия была забытой книгой. Хотя пишут, что читали, священное писание. Но поступали-то совершенно несообразно с Библией. Видимо, и здесь их положение было весьма и очень похоже на современное православие. Книжка отдельно на полочке, а я сам отдельно. Как хочу, так и ворочу. Василий Великий очень много опирался на чудеса, и их у него хватало. Отсюда вывод, что вера его была слабая, как у католиков, и у православных. Тем более, тогда это все было в одном. Вселенская церковь. Первое Коринфянам 1, 22-23. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Наличие чудес у кого-то не является гарантией его спасения, его состояния в истине. Отступитесь от чудес. Матфея 7, 22-23. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Какое еще больше можно измыслить беззаконие, как противиться словам Христа, идти на проповедь в мир? Марка 16, 15. И сказал им, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари. Иоанн 15, 27. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною не прятаться. Деяние 1, 8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Дух Святой дан не для получения хлеба от ангела с неба, а для благовестия, свидетельства миру. Что, этого никто из пустынников разве не слыхал? Так какого же Бога? Во что же они верили? «Надмиваясь своей самоправедностью и не принимая праведности Божией». Риммам 10, 24. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Василий Великий, 1 января. Святой Василий тогда молился в церкви перед иконой Пресвятой Богородицы, в ногу которой было изображение из святого великомученика Меркурия в виде воина с копьем. Молился же он о том, чтобы Бог не попустил гонителю и убителю христиан Юлиану возвратиться живым с Персидской войны. И вот он увидел, что образ святого Меркурия, стоявшего близ Пресвятой Богородицы, изменился. Изображение мученика на некоторое время стало невидимо. Спустя немного времени мученик снова показался носокоровленным копьем. В это самое время Юлиан был пронзен на Персидской войне святым мучеником Меркурием по основу Пресвятой Девы Богородицы поубить врага Божию. Вопрос. 1989. У нас теперь так много книг разных. Какие мы счастливые? Как дело обстояло у первых христиан с книгами? Ответ. Наличие книг накладывает ответственность перед книгами, перед авторами книг и перед Богом, что слышали и не исполнили. Лука 12.48. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Яков 1.22. Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающие самих себя. Филиппийсам 4.9. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Наши книги соответствуют тем, о которых известно, что они нетленны, ибо они содержат в себе не придуманные факты, а основанные на Слове Божьем. Придет время, будут Юрасовы, Дворкины и Кураевы их читать, а свои мертвые забросят. Я сам, считающийся автором этих книг, ежедневно их считаю. Считают ли они свои книги ежедневно? Или такая трапеза им и самим не по вкусу? Или их кормят людей своей отрыжкой? Исайя 28.8. Ибо все столы наполнены отвратительной и блевотиной, нет чистого места. Тимофей и Мавра, 3 мая. Дайте мне твои книги, чтобы я мог понять волшебную силу, заключающуюся в них. Допрашивает его. Отвечал святой. Безумный и лишенный смысла человек. Разве ты не знаешь, что никто никогда не отдает детей своих на смерть? А книги мною списаны, мои чадо. Когда я их считаю, мне предстоят ангелы Божии. Чтец или причетник обязанностей Тимофея состояли не только в чтении, но и в хранении богослужебных книг. Необходимо заметить, что указ Деклетиана предписывал не только преследовать самих христиан, но и разрушать их храмы, и сожигать их священные книги. На этом основании егемон Арианы требует от Тимофея его богослужебные книги. Указ был. Брат мой Тимофей, я тебя ищу, а потом где я найду тебя? Вот придет суббота или воскресенье, кто же будет читать твои книги? Эта жена так причитает. Феодосия 29 мая. Следует заметить, что при храме святой Софии была библиотека, имевшая около 300 тысяч книг. При библиотеке этой было 12 училищ, и столько же мудрых учителей. Начальником же над этими учителями был мудрый гимназа Зиарх, принявший честь эту от царя и от патриарха. Все свои учители воспротивились безбожьему приказанию и честивого императора. Поэтому беззаконным учителем, окружив ту и все училища с учителями и учениками, подпалил ее со всех сторон и сжег, так что никто из бывших там не спасся от огня. Не уцелело от огня ни одна книга. Вопрос, 1990. Такое почитание святым мощам разве не было известно апостолам? Может, это от древности нам передано? Ответ. У Бога есть общий закон, на который непрерывно день и ночь абсолютно везде наползает и наплывает неверие. Этот закон касается всех, грешных и праведных. Но презрители этого усыновления Божия настолько срослись со своими нарушениями и возвели этот обычай в святость, что выйти из этой беды уже вряд ли удастся. Еще предстоит на суде Божьем увидеть тех святых, чьи мощи терзали, дробили, расчленяли, развозили, вмонтировали в кресты, мощевики, в иконы, в здания и в платы вшивали. И что тогда скажут эти презрители закона Божия? Кто это делал-то? Отрезал и вшивали. Отрезал и закладывали, замуровывали. Эти святые не давали своего согласия, чтобы их мощи дробили, пилили, резали, пусть даже и с молитвой. Бытие 3, 19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот и все. Ио в 34, 15. Друг погибло бы всякое плоть, и человек возвратился бы в прах. В Христианском 3, 20. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. И возвратится прах в землю, чем он и был. А Дух возвратится к Богу, который дал его. Христианск, 12, 7. 1 Маковейская, 2, 63. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб. 3 Езра, 7, 32. И отдаст земля тех, которые в ней спят, не за антиминцев, не за мечевиков, а в земле, и прах тех, которые молчаливо в нем, в прахе обитают, а хранилища дадут веренные им души. Принцип жизни сегодня для многих жить, грешить и не болеть. Жить, грешить и не болеть. Вот с этим и живут. И только бы не болеть. А уж получить исцеление, как и от кого, болящему разницы нет. Вот и почитают не только мощи, но то место, где было тело, где истекло что-то из мощей, трупа. Савва Сербский, 12 января. Но вскоре после унесения мощей один расслабленный чернец по имени Неофит прилег на деревянных досках, которые были при гробе святого Савва. Прикосновение к всем деревам принесло ему внезапное исцеление. Сие чудо принесло великую радость болгарскому народу. Чудотморная сила святого Савва сохранилась на месте его погребения и по унесению его святых мощей. И после совершалось много чудес на месте, где стоял гроб святого Саввы в храме сорока мучеников. Кирилл, 11 мая. Все провожали со слезами такого доброго учителя и пастыря, бывшего для всех всем, чтобы приобреть хотя бы некоторых. Ты, святая и честная глава, свыше в своих молитвах вспоминай нас, тебя призывающих, избавляй от всех напастей своих учеников, распространяющих Христово учение и обличающих ереси, чтобы, выполнив с достоинством свое звание в этой жизни, стать с тобой и твоему стаду, одеснувшись в сторону Христа Бога, получив от Него жизнь вечную. Алексей Божий, человек, 17 марта. Тогда узнал эфемиан в почившем сына своего Алексея. Он упал ему на грудь, обнимаясь, целуя его, говорил с плачем. О, горе мне, возлюбленный сын мой! Что ты сделал с нами? Зачем такой скорбь причинил нам? Увы мне, сын мой! Столько лет, пребывая с нами и слыша плач родителей твоих, ты не открыл себя, не утешил нас, несмотря на старость нашу, великой печали, вызванной тобою. О, горе лютое! Сын мой, любовь моя, утешение души моей! Я не знаю, что мне делать теперь, оплакивать и смерть твою, или радоваться обретению твоему. Так безустешно рыдал эфемиан, отец верующий, терзая седины свои. Какая нужда была бежать от Него? Благочестивая христианская семья! Но вот эта отрава, эти миазмы, монашество, все поразили. И верующих бросил, бракосочетался, жену оставил, потом будут соборные постановления, которые запретят это делать. Аглоида слышал рыдание мужа, и узнав, что умерший нищий, есть ее сын, открыла двери своего затвора. В разодранной одежде, устремив полные слез глаза к небу и вырывая распущенные волосы, она шла среди толпы теснившегося народа, говоря, дайте мне дорогу, чтобы я могла видеть надежду мою, обнять возлюбленного моего сына. Она всю жизнь прожила вот в этой тоске, мать родная. Подойдя к одру, она склонилась над телом сына своего, обнимала его и целовала со словами. Увы мне, господин мой, чадо мое сладкое, что ты сделал? Зачем доставил нам столь великую скорбь? Увы мне, светочей моих, как ты не открылся столько лет, живя с нами? Как не сжалился над нами, постоянно слыша наши горькие о тебе рыдания? Почему дальше они не рыдают? О, монахи, что вы сделали? На что вы наставили сына моего, распространив молву, что в монашисти спастись легче? Что вы наделали? Вы меня обокрали. Вы убили сына моего. Это все на вас, монахи, злые черницы, черные ангелы. Невеста, 34 года, прожившая без жениха и носившая в знак печали черной одежды, также пала на честное тело, мочая его ручьями слез и с любовью лабызая. Она горько, неутешно рыдала, говоря, увы мне, горе мне. Ее рыдания и скорбные жалобы возбудили в присутствовавших слезы и плакали все вместе с невестою и матерью. Что он с ней-то сделал-то? Это все покрывается тем, что он ушел в монашество от мирской суеты и жил в конуре собачьей. Царь и Папа повелели нести одрще сным телом человека Божия и поставить его среди города, чтобы все могли видеть его и прикоснуться к нему. И когда это было исполнено, сказали народу, вот, мы нашли того, кого искала вера ваша. Вы подумайте в эти слова, что они означают? Искала душа веры вот этого человека, который кроме скорби ничего в жизни не сделал. Печали. Вопреки евангельской прямой заповеди, а если бы женился, жил с женой, были ребятишки или не были, благовестов, как Андроник Июния, как Прескила и Акила, и собрался весь Рим, все прикасались к святому Лабызая его. Да ведь если настоящие-то люди были, бы они не прикасались, они бы просто прокляли тот день, когда познакомились с таким учением, которое раздирает семьи, губит жизнь человеческую. Народ-то весь такой же был, Лабызая, кого Лабызая, за что? Каждый думает, я бы ушел спасся. Ты спасайся там, где ты есть. Афанасий Афонский, 5 июля. А когда совершали над ним похоронное песнопение, то из его раны, которая была на ноге, вопреки природе, вытекала кровь. Кто когда замечал, чтобы из раны трехдневного мертвеца истекала кровь? Заметивши это некоторые из почтенных старцев, собирали сию кровь в полотенце и помазывались ею, как великую святыню, и на благословение. Да и мало этого, кровь в воде, выжимали эти полотенца, человеческую кровь, и пили для исцеления. Это уже не безумие, даже не беснование, что-то запредельно ниже, когда кровь валов и козлов, и то запрещено. Это человеческую кровь пили. Откуда это монашество? Это оно установило заменить благодать даром данное спасение вот такими подвигами. Вопрос 1991. Все шития пропитаны поклонением мощам, когда дробят останки, разносят их по миру, закладывают кресты в основание зданий, в перстни. Сами-то эти раздробляемые после их смерти люди хотели ли этого? Давал ли на это свое согласие, завещание, благословение? Вот мы едем за границу, и я сделал завещание. Ее составили, перевели на английский, немецкий, французский. Тело мое привезти домой. Кто попечитель в моем теле? Никакой частицы не прикасаться, ни молекулы не трогать. Я сделал завещание. Ответ никогда и не один. Напротив того, наказывали, умоляли, заклинали, чтобы даже стичку, даже волосинку не брали бы от их тел. Но это для поврежденных умом ничего не значит. Языщество и шаманство выпирает и заслоняет здравый смысл. Щиплют, пилят, режут, разносят и развозят по миру мощи, мощевики, закладывают их в иконы, хранят дома, в храмах, в антиминцах, трупопоклонники, некрофилы. С этим, похоже, ничего не поделать. И от этого может избавить только Библия. Когда люди будут знать священное писание и любить Бога, тогда надобность в этих оберегах отпадет. И будет истинное покаяние за противление Богу в продолжение уже двух тысяч лет творящегося над телами умерших издевательства и глумления. И в страте 13 декабря, когда Хартия была принесена, он написал завещание, в кое высказал желание, чтобы тело его было перенесено в ароврак, и чтобы никто не дерзал брать что-либо от его останков, но чтобы все тело в целости было положено на месте, называемое аналикозоро, вместе с святыми аналикозоро, вместе с святыми Афксетием, Арестом, Мордарием и Евгением. Ибо святые синие заклинали и в страте, чтобы после их кончины тела их были в нетронутом виде, положены вместе с его телом. Везде наказы-то какие, нетронутые, не трожься, и видения были. Для монахов это абсолютно бесполезно говорить. Здесь заслон какой-то, как будто полное пленение какими-то иными силами, нечеловеческой страшной силой темноты. Антоний Великий, 17 января. Сами похороните меня, дети мои, в земле, и исполните следующую заповедь своего старца. Пусть никто, кроме вас, не знает могилы, где будет похоронено тело мое, которое, по вере моей в Господа, восстанет нетленным при общем воскресении мертвых. Кирилл, 1 мая. Перед тем, как опускать гроб, епископы сказали, откроем раку и посмотрим, не взято ли что-либо от святых мощей. Но как ни старались, они не могли по усмотрению Божию открыть раку. И тогда святые мощи опустили по правую сторону алтаря в церкви святого кремента. Симеон Столпник, 1 сентября. Когда же возложены были счастные мощи святого Симеона на приготовленные носилки, патриарх простер руку, желая взять на благословение память богословенно, немного волос от бороды святого. И точно свысохла рука его патриарха. Не тело резать, не ноги отпиливать. Мешками залез один и пилит там маленка. Откуда он все это взял? Пульхерия, 10 сентября. По прошествии довольно продолжительного времени возвратилась Ерисусалима императрица Евдокия, принеся с собой руку святого первомученика Стефана. Феодосий Пещерский, 3 мая. Затем молю вас и заклинаю, похороните меня в той одежде, в которой я нахожусь теперь, и положите тело мое в ту пещеру, где я пребывал великим постом. Ни в каком случае не омывайте моего убогого тела. Пусть никто из мирских людей не видит моего погребения. Вы одни, иноки, положите меня в указанном месте. Перенесение мощей Феодосия Печерского 14 августа. Нам, братья, следует постоянно иметь перед дочами счастную раку отца нашего, принося ему всегда достойное поклонение. Неудобно ему пребывать вне монастыря и церкви своей, ибо он положил ей основание и соединил садилий монашествующих. Я в тот же день приготовил орудие для копания. В вторник глубоким вечером я взял с собой двух братьев, мужей чудной жизни. Более же никто не знал. Когда пришли в пещеру, то сотворил молитву с поклонением приступили немедля с пением псаломских песен к делу. Копать начал я. После подложительного труда я вручил заступ другому брату. Так копали до полуночи и не могли обрести мощи святого. Тогда мы начали скорбеть и плакать. Сначала думали, что святой не благоволит нам явить себя. Эту мысль сменила другая. Не копаем ли мы в другой стороне? И вот я снова взяв орудие начал копать еще прилежнее. Игумен пришел с двумя братьями. Я же прокопал еще более. И наклонившись мы увидели мощи лежащие свято лепно. Все суставы были целы. Их не коснул отсления. Лицо светлое, очи сомкнутые. Уста соединенные. Волосы же присохли к голове. Возложим на отрас честные мощи мы вынесли их перед пещеры. Космас-капец 3 августа. Космас-капец из лавры фарамской это был строгий постник, ревнитель веры, твердый хранитель догматов церковных, отлично знающий святое писание. С того самого времени, как вы похоронили его, я слышу каждую ночь, как он говорит епископу, не прикасайся ко мне, не приближайся, еретик, ты враг святой каполической церкви. Это под землей. Выслушав это, я пошел к патриарху и передал ему свой разговор с нищим. Вместе с тем, я просил патриарха взять тело старца и положить в другом месте. Но святейший патриарх сказал на это, вери мне, сын мой, что ничего вредного не может причинить еретик к святому Косме. Все рассказанное тобой произошло за тем, чтобы от нас не была сокрыта ревность по вере и добродетель старца, и чтобы обнаружилось нечестие епископа, и он не посчитался бы как православный. Харитон 28 сентября Братья спросили его, какое распоряжение отец сделает в штатиле твоем, где погребем тебя? Он сказал, отдайте землю земле, где хотите. Господня земля и что наполняет ее. Они же говорили, нет, отец, ты устроил три обители и собрал три стада, каждая из них хотела бы иметь у себя твои мощи, посему, чтобы не было между нами никаких расприй, завещай ныне же, где нам положить твои мощи. Исполняя желания их, он соизволил на то, чтобы его похоронили в первом его монастыре, где он был взят разбойниками, и чудесно благодатью Божию от них избавлен. Иноке всех трех обителей, взявшие его, привели в ту обитель. Здесь он, дав много наставлений братья о совершенном иноческом житии и предавав им мир, возлег на Андрей и предал в руки Господа святую свою душу, не испытав никакой интересной нужды болезни. Никита, 15 сентября. В своем послании он просил гражданам Назарова дать некоторую часть мощей святых мучеников для вновь выстроенного храма. Тогда граждане Назарова просили Авсентия, чтобы он взамен дал им некоторую часть мощей святого Никиты на благословение их городу. Желая исполнить их просьбу, епископ приказал открыть гроб святого мученика Никиты. И вот без всякой видимой причины мраморный камень, бывший на гробе святого, распался на две половины. Один из присутствовавших здесь дерновенно коснулся своей рукой святых мощей, но точно же рука его высохла, а на него самого напал ужас. В то же время раздался с неба глаз, сильный удар грома, и блеснула яркая молния. Все пришли в страх. Тогда епископ понял, раздобрять мощи святого и раскаялся в своем намерении. Не осмеливаясь уже более касаться мощей угодника Божия, епископ совершил над ними благоговейное пение, снова с честью закрыл его гробницу. Вот что нужно изъять мощи отовсюду все и с пением с духовным похоронить при епископе. Вопрос славы Иисусу Христу вовеки. Аминь.